Яркая и жизнерадостная Татьяна Абрамова запомнилась российским зрителям как интересными работами в кино, так и талантливым исполнением популярных песен. В каждую свою роль актриса вложила частичку души, поэтому созданные ей образы отличаются искренностью и сердечностью. Снявшись в сериалах «Всегда говори всегда», «Вся такая внезапная» и «Иван Подушкин, джентльмен сыска», она завоевала сердца благодарных зрителей. Личная жизнь актрисы состояла не только из приятных событий. Иногда актриса попадала в трагические ситуации, которые, тем не менее, сумела пережить достойно. С какими потрясениями столкнулась актриса и как смогла с ними справиться, мы расскажем вам в этом видео. Обаятельная рыжеволосая актриса родилась 5 февраля 1975 года в самой обычной и совсем не творческой семье в городе Тюмени. Отец работал энергетиком в нефтяной отрасли, мама по образованию педагог, но в дальнейшем также работала в нефтянке. Детство Татьяны прошло в городе Нижневартовске, но в Тюмень она наведывалась регулярно, в гости к бабушке. Когда ей было 10 лет, семья вновь перебралась в Тюмень, где Татьяна и начала делать первые шаги в творчестве. Ее отдали в лучшую музыкальную школу в городе, где она тут же стала звездой местного масштаба. В 12 лет Татьяна уже солистка детского ВИА и гастролировала по детским лагерям по всему Советскому Союзу. Она некоторое время металась между певческой карьерой и актерской. Когда в старших классах к ним в город приехали педагоги Щепкинского училища, чтобы осмотреть талантливую местную молодежь, рекомендации в Щепку дали лишь Татьяне. В этот же момент она получила приглашение участвовать в конкурсе «Утренняя звезда», куда когда-то отправляла кассету с записью песен. Загвоздка состояла в том, что конкурсанты выступали двойками, сначала один, потом другой, и жюри выбирало лучшего. В паре с Абрамовой оказалась 21-летняя певица Валерия, поэтому одержать победу при такой конкуренции не удалось. Позднее Татьяна перебралась в Санкт-Петербург, работала на студии и параллельно поступала на актерский факультет Волгитмик. При поступлении в ВУЗ Абитуриенко провалилась, но не отчаялась. Сняла комнату у каких-то алкоголиков и устроилась костюмером-реквизитором в молодежный театр. «Алкаши оказались совершенно жуткие, все время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать, а потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», – подчеркивала Абрамова. Параллельно Татьяна стала студенткой режиссерского факультета Университета профсоюзов, а уже на первом курсе ей невероятно повезло. Виталий Соломин утвердил ее на главную роль в своем режиссерском дебюте в фильме «Охота». Типаж Татьяны оказался именно таким, какой актер и начинающий режиссер искал. Одной из самых ярких и любимых зрителями ролей стала роль подруги главной героини в сериале «Всегда говори всегда», первый сезон которого вышел в 2003 году и продолжился вплоть до 2012 года, когда вышел заключительный, девятый сезон сериала. До сих пор некоторые люди на улице обращаются к ней Надя по имени ее персонажа. Кстати, Татьяна Абрамова и Мария Порошина, сыгравшая главную героиню, стали близкими подругами и в жизни. Абрамова всегда пользовалась популярностью у мужчин. По словам артистки, иногда ей даже приходилось жить на деньги, обеспеченных поклонников. Так актриса закрутила с одним из влиятельных деятелей шоу-бизнеса, но в какой-то момент отношения изжили себя и распались. «Я стала номер два, обреченная жена потом», поделилась актриса. Но настоящая история любви Абрамовой походила на сказку. Однажды она приехала в клуб и заметила, что на нее пристально смотрит какой-то парень. Самое удивительное, что спустя три года актриса стала его женой. «Однажды моя подруга поехала к фотографу на съемки, и в полу перемены костюмов обронила свой нательный крестик. Когда выяснилось, что крест нашелся, она попросила с ней за ним съездить. Фотограф оказался тем самым молодым человеком из клуба. Я его не сразу узнала, мы же не были знакомы. Сергей стал меня фотографировать, хоть я и отказывалась. Потом разыскал мой телефон, позвонил, я опять приехала, уже без подруги. Разговорились мы с ним и болтали несколько часов. Казалось, что мы знакомы сто лет. Было удивительно легко и хорошо», – делилась Татьяна. Так у Абрамовой появился личный фотограф и оператор Сергей Кулешенко. В июне 2004 года артистка подарила мужу сына Ивана. А так как через три недели после родов Татьяне уже нужно было вернуться на площадку второй части «Всегда говори всегда», ребенок не только попал на съемки, но и засветился в кадре. Сперва мальчик сыграл младенца мамы и Даниила Страхова. Ну а когда немного подрос – наследника героини Марии Порошиной. В 2008-м у супругов родился второй сын Саша. И казалось, это должно было еще больше укрепить семью. Но в 2009-м операторы актрисы разошлись. Кулешенко говорил, что разбежались они с Татьяной из-за плотного рабочего графика друг друга. Они не виделись по 3-4 месяца. Однако актриса называла совершенно иную причину разрыва. Когда годовалый Саша перенес менингит, врачи диагностировали у него нейробластому надпочечников. Агрессивная опухоль очень быстро увеличилась в размерах до 15 см. Поэтому после 12 курсов химиотерапии мальчик нуждался в ряде операций. Кроме того, лечение в Москве и Мюнхене стоило дорого, и Абрамовой пришлось много работать, чтобы оплатить терапию. Супруг попросту не выдержал стресса, вызванного страшными прогнозами докторов. Когда человек узнает о таком диагнозе, у него часто возникает ступор. Что с этим делать, как жить? Я же не верю, что двери закрыты. Надо попросту уметь стучаться, и тебе откроют. Я стала больше ходить в храмы. Когда сына оперировали в первый раз, я всучила Сергею молитву, и мы вдвоем все шесть часов читали ее вслух. «Мне тоже было сложно. Я поняла, что не смогу вытянуть мужа. Проще было взвалить все на себя и делать все одной», – подчеркивала актриса. На гастролях звезду поддерживала Мария Порошина. Вместе артистки ходили в храмы, где не стеснялись своих слез. Саше удалили одну почку, но главное – все последующие анализы показали, что он здоров. А личное счастье актриса обрела несколько лет спустя, незадолго до своего сорокалетия. В 2013 году в Анапе на кинофестивале «Киношок» судьба свела ее с актером Юрием Беляевым. По красной дорожке артист шел позади рыжеволосой коллеги, а спустя несколько часов, когда грянул гром, услужливо укрыл женщину от дождя под своим зонтом. Как оказалось, Беляев понятия не имел, кто такая Абрамова, а просто оценил ее как привлекательную женщину. Вскоре выяснилось, что Татьяна еще и прекрасный собеседник, сильная личность и обладательница искрометного чувства юмора. И хотя Юрий Викторович зарекался связываться с актрисами ради рыжеволосой возлюбленной, он сделал исключение. Не смущала пару даже разница в возрасте в 27 лет. Не прошло и пары месяцев, как влюбленные обвенчались в храме. Юрий сразу же нашел контакт с ее сыновьями. В то же время дети общаются и со своим биологическим отцом. Дети творческие. Младший увлекается музыкой, играет на барабанах и фортепиано. Старший окончил музыкальную школу по курсу гитары. Много читает. Татьяна также легко поладила с детьми мужа от прошлых браков. Супруги очень любят путешествовать. Могут даже внезапно куда-то отправиться. На пляже они всегда с романтикой провожают закат. Они привыкли обращаться друг к другу на вы. А Беляев еще и в шутку называет жену барыней, а себя дворней, отвешивая возлюбленные поклоны. Абрамова не скрывает, что мечтала о дочке от возлюбленного. Но идея суррогатного материнства ей не нравится. Но все же нужно благодарить Бога, если ты уже имеешь детей. Потому что суррогатное материнство – не игрушки. Как-никак, ребенок – это человеческая жизнь, отмечает звезда. Позднее она заключила. Ничего страшного в отсутствии общих детей нет. И на все воля Божья. Гораздо важнее, что у актрисы прекрасные отношения с мужем. Здоровые наследники и есть призвание. Правда, в кино в последнее время Татьяна не мелькает, поскольку по ее словам ей не нравится материал, который ей предлагают. «Некоторые люди снимают фильмы для галочки и отчета. А я привыкла, чтобы творческая работа оставалась творческой, а не зарабатыванием денег», – делится актриса. Но в то же время у нее огромная загруженность в антрепризных спектаклях, с которыми она гастролирует по стране. Ее супруг также играет в антрепризах, а еще специально для них двоих был создан спектакль «Не торопитесь прощаться». За восемь лет брака супруги ни разу не дали публике повод для сплетен. Абрамова не скрывает, что до сих пор без ума от своего избранника и его детей от предыдущих браков. «Всегда очень радуюсь, когда мы собираемся одной большой семьей. Поначалу с Юрой мечтали об общих детях, но в том, что не родился никто, ничего страшного нет. Наверное, нам надо больше внимания уделять тем детям, которые у нас есть», – считает Татьяна.